Пожарные тушат огонь на итальянском острове Сардиния. Здесь из-за лесных пожаров эвакуировали около 600 местных жителей. В тушении задействованы гидросамолёты. А это кадры, снятые с беспилотника в испанском регионе Каталонии, недалеко от французской границы. Приморские дома чудом избежали огня. При этом пожар оставил местных жителей и туристов без воды, электричества, интернета и телефонной связи. В Португалии лесной пожар опустошил 7 тысяч гектаров территории, угрожая некоторым домам. К счастью, его удалось взять под контроль. На борьбу со стихией направили 1100 пожарных и 14 гидросамолётов. «Пожар начался в 5-6 километрах отсюда. Прошёл здесь и оставил после себя вот это. Было очень страшно. Большая скорость, сильный ветер. Дома чудом сохранились». Европа продолжает сражаться с последствиями экстремальной жары. Июль уже признали самым жарким месяцем за всю 174-летнюю историю наблюдений за температурой. В прошлом году волны тепла привели к гибели более 61 тысячи человек в 35 европейских странах и вызвали разрушительные лесные пожары. При этом метеорологические агентства Испании и Португалии прогнозируют, что на этой неделе ожидается ещё одна волна тепла. Впрочем, не все европейские страны страдают от огненной стихии. Кое-где сейчас наводнение. Это Словения. Здесь уже четверо погибших. Вода начала подниматься из-за проливных дождей, которые обрушились на страну на прошлой неделе. Разрушены жилые дома, учреждения, дороги и объекты энергетической инфраструктуры. В затопленные районы направили сотни солдат, вертолёты и строительную технику. Ущерб оценивают в 500 миллионов евро. «Апокалипсис. Ужасная катастрофа. Мы все имеем дело с одной и той же проблемой. Очень жаль, что мы ничего не можем с этим поделать. Очень грустно». Наводнение и оползни также обрушились на юг соседней Австрии. Здесь перекрыты дороги, затоплены подвалы и нарушена подача электричества. А в Грузии по меньшей мере 11 человек погибли в результате оползня в горном районе Рача. Число жертв продолжает расти. Оползень сошёл в популярном месте отдыха и альпинизма в четверг вечером. Местные жители говорят, что такого масштабного здесь ещё не было. Его назвали самым разрушительным природным явлением на северо-западе Грузии после землетрясения 1991 года. Согласно оценкам, пострадавшие деревни погребены под пятью миллионами кубометров грязи.